МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными событиями пятницы вас познакомят наши корреспонденты. И я, Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Туристическая мекка. Реализацию проекта этническая Чуваши обсудили члены градостроительного совета Республики. Свежий взгляд на столичные адреса. В Чебоксарах продолжается программа ремонта фасадов и балконов. Чемпионы студенческого спорта. В столице за награды сражаются команды поволжских вузов. Наша истинная национальность – это человечество, говорил еще в начале прошлого столетия английский писатель Герберт Уэллс. В современном мире, где не утихают межнациональный конфликт, и такое определение кажется утопией, но стремление к нему – главная миссия каждого гражданина и государства. Как держать на пульсе жизнь религиозных объединений и содействовать их развитию, обсудили на очередном заседании Совета по делам национальностей. На встрече представители районов и городов Республики обсудили несколько важных тем. Завершена регистрация национально-культурных и религиозных объединений. На сегодняшний день их в Республике более трехсот. За 2016 год в их ряды встали еще восемь организаций, но были и те, которые числились только на бумаге. Исключены местная религиозная организация «Евангельский христиан» – «Часовня на Голгофе» города Чебоксары, местная религиозная организация «Хак» – города Канаж – Дум Чувашской республики и Чувашская республиканская общественная организация «Таджикская диаспора». Основаниями для исключения данных организаций послужило то, что они уставную деятельность не вели, отсутствовали члены организации, не представлялась ежегодная отчетность, организации не информировали управление о смене адреса и не соблюдали требования собственных уставов. В Чувашии проживает 128 национальностей и 8 этнических групп. Умение дружить, уважать и слушать – это основа, на которой держится любой мир. Комсомольский район – достойный пример для подражания. На протяжении многих лет здесь живут люди разных национальностей, но татар, конечно, больше. В соседнем Батревском районе такая же ситуация. На заседании обсудили деятельность религиозных объединений мусульман. Вот грамотное взаимодействие этих вопросов и определение угрозы на начальной стадии стоит дорого. Возможно, в целях более тесного взаимодействия уместно вести речь об объединении двух районных газет. Татьяна Филатова, Сергей Адушкин, Республика. Минсельхоз Чувашии рассмотрел и одобрил инвестиционный проект модернизации, реконструкции и строительства молочного завода. Чебоксарскому городскому молочному заводу «Быть» накануне правительства республики и руководство предприятия подписали соглашение, согласно которому завод получит более 1 миллиарда рублей на возобновление работы. Средства направят на строительство, модернизацию и реконструкцию. В планах создать около 100 новых рабочих мест. Сроки реализации инвестиционного проекта – 5 лет. Направо пойдешь в аквапарк, придешь налево пойдешь в город аттракционов, попадешь. Сегодня состоялось очередное заседание градостроительного совета. На повестке дня всего один вопрос. Проект застройки парка «Пятисотлетие Чебоксар» в рамках проекта «Этническая Чувашия». В кластер «Этническая Чувашия» входят два проекта. Этнокомплекс «Амазония» на территории парка «Пятисотлетие города Чебоксары» и комплекс «Ясно» в Чебоксарском районе. Проект входит в федеральную целевую программу развития внутреннего и въездного туризма в России. В этом году мы получаем по этой программе под этот проект 200 миллионов рублей. В следующем году также мы получаем эти деньги. Объекты инфраструктуры, электрогаза и водоснабжения, водоотведения строятся за счет федеральных средств, а также консолидированного бюджета республики. Все туристические объекты за счет внебюджетных источников. Строительство туробъектов ведется в три этапа. На сегодняшний день закончены работы по благоустройству водоема. И вы все видели пешеходные дорожки, скамейки, урны, ландшафт. Закончен монтаж центральной колоннады на центральном входе. Шести полуратонт для аллеи скульптур героев народного эпоса. Построена чаша фонтана на центральном входе в этнокомплекс «Амазония». Общий объем выполненных работ по центральному входу составляет 90%. Ведется установка скульптур героев народного эпоса. Завершена сборка железобетонного каркаса здания административно-развлекательного комплекса справа от центрального входа. Закончены строительно-монтажные работы по строительству бассейна внутри АРК. Заканчиваются работы по устройству кровли в работе внешней фасады административно-развлекательного комплекса. По АРК общий объем выполненных работ 70%. В этом году ко дню республики 24 июня планируют открыть центральный вход с аллеи героев народного эпоса и группу фонтанов. Затем поэтапно должны заработать город аттракционов «Смешарик-Лэнд», музейно-выставочный комплекс «Тух-Ям», аквапарк и ресторан. Строительство этих объектов начнется сразу после того, как они пройдут согласование во всех инстанциях. Галина Титарчук, Игорь Зверев, Республика. Столичная программа обеспечения комфортных условий проживания граждан в действии. Балконы старых чебоксарских жилых домов обновляются. Особенно это видно на примере одной из центральных улиц – проспекте Ленина. Теперь пошли вглубь микрорайонов. Ремонт балконов подразумевает замену металлоограждения, обшивку и установку пластиковых окон. Одним из условий участия в этой программе является софинансирование. Жильцы непосредственно с управляющей компанией решают еще о софинансировании 25% предоставления до начала работ. В этом году выделено в бюджете местного 8 миллионов, и софинансирование жильцов составляет более 2 миллионов. В программу вошел дом номер 14-1 по улице Мышака. Несмотря на полувековую эксплуатацию, ремонта балконов в доме никогда не было. Так что хозяева квартиры раньше и выходить-то на них опасались. В целом в 2017 году ремонт ожидают около 200 балконов домов в Ленинском и Калининском районах города. 24 апреля в канун дня чувашского языка пройдет образовательная акция «Всечувашский диктант». Проверить свои знания можно будет на нескольких площадках ЧГПУ имени Яковлева, ЧГУ имени Ульянова, Чебоксарский колледж имени Никольского. Одновременно трансляция диктанта будет проходить по Национальному радио Чуваши и Таван радио. Подведение итогов акции состоится в середине мая. А уже сейчас объявлен конкурс на лучший текст для всечувашского диктанта. Он должен быть посвящен году матери и отца. Его можно написать самостоятельно или выбрать отрывок из произведения. Отправить варианты можно до 8 апреля по адресам, указанным на экране. В Чебоксарах дали старт чемпионату Ассоциации студенческих спортивных клубов. Он приурочен к 19-му Всемирному фестивалю молодежи. За награды сражаются команды из 11 регионов по Волжье. Какова цена победы, знает мой коллега Дмитрий Ковалев. Чтобы попасть в столицу республики, им пришлось доказать свое превосходство сразу в двух этапах чемпионата. Лучшие команды определяли сначала в вузах, а потом и на региональных финалах. Для женской команды по волейболу из Нижегородского университета нынешний турнир – дебют. И хотя девушкам не удалось подняться на пьедестал почета, они признаются, что получили колоссальный опыт. Мы приехали сюда, чтобы посмотреть, на что вообще мы способны, посмотреть, что такое АССК России, что такое чемпионат, попробовать свои силы. Мы можем лучше. У всех команд равные шансы на победу. Участвовать в этом чемпионате запрещают студентам, которые уже получили спортивные разряды. За награды имеют право бороться только любители. Окружной финал собрал в Чебоксарах более 300 человек из 22 вузов по Волжьям. Тут все сильные соперники, я считаю. Мы любительская команда и с 8 класса тренируемся, играем для общего развития. Программа чемпионата насыщена. Студенческие клубы борются за звание чемпионов в мини-футболе, волейболе, баскетболе, настольном теннисе и шахматах. Эти виды спорта в молодежной среде набирают популярность. Мы же с вами не занимаемся спортом высших достижений. Для нас главное здоровый образ жизни. Для нас главное, чтобы как можно больше студентов занималось физической активностью. И то, что вы здесь, это большая заслуга студенческих спортивных клубов в ваших вузах. Пропагандировать спорт среди студентов необходимо, считает глава региона. Михаил Игнатьев вспоминает, что в молодости и он играл за сборную вуза. Увлекался и волейболом, и футболом, и мини-футбол. То, что было доступно, на самом деле мы занимались. В командной игре каждый должен работать на общий результат, на общую победу. Вот когда команда настроена на победу, конечно, они здесь победят. И будут уже участвовать и защищать честь Приволжского федерального округа. Соревнования студентов будут длиться два дня. 1 апреля станут известны имена чемпионов. Команды чувашских вузов уже называют фаворитами. Цена победы на этом чемпионате очень высока. В Чебоксарах проходит окружной этап. Те, кто займет первые места, получат шанс представлять ПФО на всероссийском финале. Дмитрий Ковалев, Росель Мухаметов, Республика. В венгерском городе Сомбатхей проходит молодежное первенство Европы по спортивной борьбе. Накануне начались соревнования в женской вольной борьбе. Россиянки уже завоевали две золотых и две бронзовых награды. Сегодня разыгрывают заключительные комплекты медали в весе до 53, 58, 63 и 75 килограммов. Представительница Чувашии Мария Кузнецова – единственная из сборной России, кто поборется за награды в вечерней части соревнований. Россиянка в первом круге на туше победила Кристину Федорашко из Белоруссии. В четвертьфинале выиграла у Луизы Мански из Германии. Но в полуфинале не смогла справиться с чемпионкой Европы 2016 Петрой Олли из Финляндии. Ее соперницей в борьбе за бронзу станет Юлиана Янева из Болгарии. Сразу после нашего выпуска смотрите интервью по существу. Гость студии – начальник отдела Республиканского военкомата Сергей Козюра. Речь в программе пойдет о начале весеннего призыва. Наши новости и программы смотрите на сайте ntrk21.ru. Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения «Чувашия» и удачных вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова